Резонансная статья «Без путинизма и популизма», в которой Григорий Явлинский раскритиковал Алексея Навального, была опубликована 7 февраля, всего через несколько дней после того, как суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный. Основатель партии «Яблоко» обвинил Навального в политическом популизме, вождизме и национализме. Политическое направление Навального — это популизм и национализм. Наиболее точно, на мой взгляд, его суть сформулировала в 2011 году Валерия Новодворская. Навальный может стать будущим лидером обезумевших толп, да еще и с нацистским уклоном. Сторонники Навального жестко раскритиковали статью Явлинского. Но и в самой партии «Яблоко» мнения по поводу текста и времени публикации разделились. И мне начали, например, говорить, что вот, типа, у вас такое гнилое яблоко, выходите оттуда, зачем вы вообще этим занимаетесь, не надо все это делать, срочно, типа, не позорьтесь, выйдете из партии. Ну или просто начали катить бочку на яблоко, что, ну, вот, смотрите, там, что у вас Явлинский такой говорит. И это очень обидно слышать члену партии, который не согласен с, по крайней мере, как минимум временем в публикации такой статьи, ну и некоторыми тезисами в ней в том числе. Хотя статья сама по себе, она намного более бодрая, чем было то, что выкладывал Явлинский до этого. «Освобождение всех политзаключенных в стране, в том числе и Алексея Навального, и мы требуем его освобождения, мы требуем расследования его отравления. Вокруг этих позиций нет никаких противоречий внутри партии Яблоко. Ну а что касается статьи одного из лидеров, ну, он имеет право выразить свое мнение». В России статья получила огромный резонанс. Явлинского стали подозревать в том, что он написал ее по заказу Кремля. Бывший член партии Яблоко, однако, считает, что это был скорее акт, цитата, политической самокастрации. «Они куплены Кремлем, она вообще не соответствует реальности. Я их хорошо знаю, много с ней общался, вообще им ничего никто не может указывать. Им нравится быть в маленькой узкой партии, не особенно влияющей на положение дел. «Они работают все в этом особняке в центре Москвы, они ездят за работу, они ездят за ступенец, критер, водитель, охрана. И они живут этой жизнью, жизнь им комфортна. А какое-то попадание в Госдуму, да, или выходцы, какие-то более широкие истории поддержки, они сулят, во-первых, риски». Председатель партии Яблоко Николай Рыбаков и члены бюро партии в итоге поддержали статью Явлинского и отметили её актуальность. Сам Явлинский также выступил в защиту своего текста. 12 февраля он опубликовал ответ своим критикам из 16 пунктов. Хотя политик и признал, он сожалеет, если задел кого-то статьёй и сделал кому-то неприятное.